Всем привет! Культурная революция – это целый комплекс мероприятий, осуществленных Советской Россией и СССР и направленных на коренную перестройку культуры и идеологии общества. Культурная революция была начата вскоре после Октябрьской революции и после отплытия так называемых философских пароходов с интеллигенцией. Цель революции – формирование нового типа культуры. А теперь обо всем поподробнее. Когда я жил в Казахстане, то местную национальность русские называли «звери». Табуны лошадей, кошма, юрта и всё. Всё, ничего никакой цивилизации. Нет коммуниста из Москвы, им дали цивилизацию. Вот города, живите здесь, русские пошли вон. Вот там университеты, русские студенты пошли вон, вот здесь будут сидеть азиатские студенты. Учёные русские пошёл вон, вот этот учёный будет. Русская музыка, пошли вон, давай это домра. Одна палка, два струна, так себе. И вот он дал 50 лет. Слова переведите, ничего нету. Гора, 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 я вижу гора, гора. Солнце уходит, уходит солнце. Верблюд идёт, верблюд идёт. Но не по-русски. Русские думают великое произведение. Казахстан, в отличие от других союзных республик, в результате насильственных переселений и миграций, стал лабораторией дружбы народов. Всё это привело к структурным этнодемографическим изменениям. Титульная нация превратилась в меньшинство и, безусловно, сузилась и сфера употребления казахского языка. Национальная интеллигенция, как и в других республиках, в советское время подвергалась репрессиям и жестоким гонениям со стороны властных структур. Культурная жизнь населения Казахстана в рассматриваемый советский период характеризовалась широким распространением идей интернационализма, а, по сути, в большей степени представляющую собой руссоцентризм. Реализация проекта «Советский народ» осуществлялась уже ставшими традиционными репрессивными, командно-административными и прочими подобными методами, что вызывало недовольство и протестное настроение среди казахского населения. С середины 1960-х годов в советском государстве произошли изменения, повлекшие за собой некоторую трансформацию национальной политики. Так, на пленуме в ЦК КПСС в 1964 году Хрущев был смещен со всех партийных и государственных должностей. Первым секретарем КПСС был избран Брежнев и, по мнению некоторых исследователей, конец хрущевской оттепели ознаменовал собой поворот к нео-сталинщине. Культурный централизм в Казахстане остался без изменений. Доктор исторических наук Абылхожин считает, что, несмотря на недолгие процессы демократизации общества, национальному сознанию казахского народа характерна относительная индифферентность, обусловленная коллективной памятью о сталинских репрессиях, проводимых в рамках борьбы с казахским национализмом. Абылхожин объяснял эту недостаточную реактивность казахского общества в тот период тем, что в хрущевский период казахи преимущественно жили в сельской местности, в то время как эпицентром этноцентрических мотивированных выступлений являлся только город. Но все-таки чаще распространено немножко другое мнение, что при внешней индифферентности казахов внутри общества, причем как среди городской, так и сельской, недовольство политикой русификации, облеченной формой интернационализации общества, было всегда. Политика не меняла свой курс. Государственный аппарат пресекал главные источники национальной самобытности казахов, продолжал нивелировать проявление национальных интересов, коллективную историческую память народа при помощи русоцентрической пропаганды и репрессий националистов. При этом казахское правительство в те годы имело только косвенное правление и проводило большевистскую политику. На контроле находились литература, искусство, общественные науки, печать, чтобы не допустить к публикации научной труды, публицистику, художественные произведения, в которых содержались бы идеи, идущие вразрез с официальной идеологией. Причем часто вразрез запрещенных попадали такие труды, которые в принципе не имели отношения к вопросу национальной политики. Например, книга Алжаса Сулейменова «Аз и я» с лингвистическим анализом «Слово о полку Игореве», опубликованное в середине 1970-х годов, которая в то время получила отрицательную реакцию. Москва оценила ее негативно, так в партийных документах в одной из правок ЦК в отношении молодого литератора было заявлено, цитирую, он пытается утверждать, что патриотизм несовместим с истинно-научным явлением. Многие известные российские ученые и критики объявили эту книгу националистической. После в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Звезда», «Русская литература» и многих других изданиях данную книгу жестко раскритиковали за явную националистическую направленность. На бумаге же высшее партийное руководство провозглашало равенство союзных республик, в том числе по уровню культуры. Но на деле равенства республик и решений культурного вопроса никогда не было. Как раз именно в этот период и стали проявляться проблемы и противоречия. Деформации в области национальной культурной политики, а также русификация значительной части казахского населения вызывали возмущение части националистически настроенной молодежи. Однако очень немногие могли вообще как-то выразить свой протест. Партийное руководство, вместо того, чтобы решать возникающие проблемы развития казахского языка и культуры, игнорировало их, выдвигая на первый план интернационализм. Возможности казахоязычных казахов, как бы это странно не звучало, но такой термин до сих пор существует, возможности их заниматься наукой на казахском языке практически не было. Так в науке существовала строго централизованная система аттестаций. Научные работы на степени кандидата и доктора наук предоставлялись исключительно на русском языке, что ограничило в своих действиях казахоязычных деятелей. На сложившуюся ситуацию в республике обратила свое внимание образованная казахская молодежь. Именно они одними из первых осмелились говорить о проблемах дискриминации казахского языка, о проблемах национальной культуры, традиций, о неравенстве возможностей для казахоязычной молодежи. Студенты казахи, обучавшиеся в московских вузах, создали неофициально в 1963 году организацию Жастулпар. Организация позиционировала себя как культурно-просветительское общество, пропагандирующее казахскую культуру. Мурат Ауэзов в своем интервью говорил, цитирую, «Мы создали группу Жастулпаровцев, единодушных во мнении, что нельзя допустить исчезновение языка наших родителей, наших предков. Это были ребята, в основном русскоязычные, которые обучались в Москве. Членами организации были Ауэзов, Баймуханов, Тайжанов и другие представители казахской интеллигенции. Возникали и другие неофициальные организации, например, Жасулан. Главной целью этих организаций была не столько оппозиция КПСС, сколько сохранение казахского языка и национальной культуры. Существование данных групп и организаций свидетельствует о накоплении недовольства руссоцентрической политикой. Советское руководство было обеспокоено деятельностью подобных националистических оппозиций и воспринимало подобное как отдельные националистические проявления. Ведь деятельность партии должна была только одобряться, а критика снизу проявляться только в виде каких-то робких пожеланий. А здесь такое. Жасулпар подвергались угрозам. Появлялись и доносы в отделах комсомольских органов ЦК ВЛКСМ. Тем не менее, Кунаев дважды радикально поддержал Жасулпар. Он помог развернуть патриотическое молодежное движение республиканского масштаба и жестко пресек подготовленную КГБ и одобренную секретарем по идеологии ЦК КП Казахстана акцию по разгрому организационных структур движения Жасулпар. В целом, возвращением Кунаева к руководству республикой органы безопасности зафиксировали рост националистических проявлений в среде казахской молодежи и интеллигенции. В одном из докладных записок председателя КГБ при Совете Министров СССР, направленной 3 декабря 1965 года, обращалось внимание на рост национализма среди казахской молодежи. В докладной записке отмечалось, что имели место выражение открытого протеста против повсеместного насаждения русского языка и выдвижения на руководящие посты лиц некоренной национальности. Тем не менее, Кунаев и его окружение были в то же время осторожны и не вступали в конфликты. Просто казахстанские руководители исправно выполняли распоряжение союзных властей по внедрению русского языка, закрывая казахские школы и газеты на казахском языке. Осторожной была в те годы и интеллигенция Центральной Азии. Так она не потребовала от власти поиска конкретных виновников репрессий в Казахстане. В 1960-м, в 1970-е годы публикации творческого наследия казахских историков, писателей и поэтов также были либо полностью запрещены, либо нежелательны и очень маленькими тиражами. Существующая партийная цензура контролировала содержание и даже название всех книг, которые были написаны по одному шаблону. Партия продолжала контролировать все попытки национальной интеллигенции уклониться от плановости. Так казахская интеллигенция была вынуждена выступать в поддержку проводимой политики и писать тексты по заказу партии. Культура во всех ее проявлениях рассматривалась партийным руководством не иначе, как инструмент политики. Наряду с книгами большую роль в пропаганде советской политики играли и культурно-просветительские учреждения республики, которые постоянно уделяли внимание широкому распространению знаний, способствующих воспитанию трудящихся и детей в духе интернационализма между народами Советского Союза. Библиотеки постоянно оформляли книжные выставки, стенды, проводили обзоры, беседы, направленные на пропаганду русской литературы и литературы об интернационализме. Вместе с тем шла разъяснительная работа о невозможности мирного существования различных идеологий. Таким образом, в Казахстане, как, впрочем, и в других союзных республиках, в общественной жизни преобладал руссоцентризм. Фактически шел процесс абсолютизации роли русской культуры и русского языка в культурном и духовном развитии Казахской ССР, что привело к игнорированию настроений местного казахского населения республики и их прав на самостоятельное национальное развитие. Казахстан оставался единственной республикой, где коренное население составляло меньше половины населения. На этом фоне стало вызревать общественное осознание ущемления казахских национальных интересов. И к началу перестройки сформировалась тенденция к возрождению национального самосознания среди казахской молодежи, вылившегося в декабрьские события 1986 года. В многочисленных публикациях советских лет Казахстан назывался лабораторией дружбы народов. В советской трактовке национализма национализм понимается в негативном смысле как система взглядов об исключительности своей нации, нежелании смешиваться с другими этносами в советскую нацию. Годами навязывала страктовка национализм буржуазный против патриотизма советского. Космополитизм плохой против интернационализма хорошего. Но советская национальная политика всегда была радикальной, направленной на агрессивное подавление национальной самобытности многих этносов. При этом перефразировала само понятие национализм так, как ей было просто выгодно. Таким образом, малый национализм, о котором говорил еще Ленин и о котором я рассказывала как-то в одном из прошлых видео, свойственен малым этническим и культурным группам, которые находятся внутри национального государства с их национальной политикой и сопротивляются таким образом большому национализму, который был основой советской идеологии. Получается, что народы, ставшие жертвами подобного этноцида, теряют историческую память или ее большую часть, иногда даже свое самоназвание. Например, вспомним киргизы вместо казахов. А также теряют язык, культуру и либо ассимилируются, либо занимают подчиненное положение в отношении тех, кто подверг их этому этноциду. Это и было произведено. Именно это совершила советская власть, прячась под лозунгами о дружбе народов, об удобной дружбе, где комфортно только одному, при этом уничтожив всю казахскую интеллигенцию, обвиняя ее в национализме. И об этом я еще буду подробно рассказывать. Таким образом, бережное отношение к своей национальной идентичности, восстановление своего культурного кода, несмотря на все преграды извне, и покажет дальнейшие цели и задачи, а также определит потенциальные угрозы для общества и страны. Как бы не прискорбно было бы вообще об этом задумываться. Пока восстановление идет успешно. Казахи, братья, на Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Мир изменился. Все изменилось. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok